Замруководитель администрации Норильска по экономике и финансам Ирина Перетятко удостоена почетной грамоты законодательного собрания края. Церемония награждения состоялась сегодня на общегородской планерке при главе города. Последний день календарной весны собравшиеся обсудили планы на лето, начиная от старта дорожно-ремонтных работ, заканчивая занятостью школьников в летний период. Подробнее Екатерина Луцев. Организованно отдыхать этим летом будут 4556 норильских детей. Это на полторы тысячи больше, чем в прошлом году. Кто-то проведет каникулы на материке, кто-то останется в Норильске. Последних ждут не только в городских лагерях и в профильных школах, но и в трудовых отрядах школьников. Торжественное открытие 47 сезона назначено на 12 июня. Спустя неделю молодые кадры приступят к работе. Закончат 18 августа. В связи с необходимостью в этом году было увеличено количество рабочих мест. Если в прошлом году было 734 всего, то в этом году 1116. Состав 67 трудовых отрядов сформирован полностью. Кадры результатов воспитателей и сотрудников штаба ТОЖ тоже сформированы, укомплектованы. Четкое понимание в вопросе авиаперелета в летний период. Напряженности с приобретением билетов нет, заявила советник главы Оксана Алдаева. В свободной продаже билеты практически на все даты, все направления и всю глубину продаж. Исключение последние две недели августа. Но и здесь отчаиваться рано. Те билеты, которые мы бронировали ранее от двойной категории и не востребованы в летний период времени по нашим договорам, они будут выходить в свободную продажу за 15 дней до даты вылета. То есть, допустим, нужно приобрести билет на 25 августа, нужно его смотреть 10 августа в продаже. И если вы не можете его сегодня приобрести, в августе это вполне вероятно. Но я просто хочу сказать, что это немного билетов, поэтому лучше купить заранее. Вероятно, есть. С 1 июня изменится схема работы почты. Письма и посылки теперь будут собирать в Красноярске, а потом чартерными рейсами доставлять в Норильск. Тарифы, обещает в местном почтамте, не изменятся. Объем наш среднемесячный по прошлым периодам это 80 тонн с мая по сентябрь. Мы ожидаем увеличения, но прогнозировать, насколько будет, все затрудняются ответить багаж. Мы ожидаем, что все купленное в отпуске будет отправлено в почту. Но мы готовы. Готовность номер один при подготовке к общегородскому празднику выпускников «Сияние Севера». Вчерашние школьники соберутся 17 июня в 18 часов в здании арт-холла. Екатерина Луцов, Евгений Жуков, Вести, Норильск. Завтра норильчане смогут побывать в 39-м царстве и послушать сказку Северного царства. Жители города приглашают отметить Международный день защиты детей. В 17.00 на ступенях Заполярного драматического начнется театрализованное представление. Будут викторины, интерактивные игры. Там же на театральной площади сформируется колонна сказочных жителей, присоединиться к которой сможет каждый желающий. Карнавальное шествие отправится в путь в 18.00 и проследует до площади Комсомольской, где в 18.30 стартует конкурсно-развлекательная программа под названием «Сказка Северного царства». А в 19.00 в музее откроется выставка «Детская мода» 100 лет назад. Сказочный карнавал даст старт летнему благотворительному фестивалю «Добрый Норильск». Сегодня в арт-резиденции рассказали о том, что ждет горожан с 1 июня по 8 июля. Евгения Шинделова с подробностями. Норильчане всех районов объединяйтесь. К этому призывает летний «Добрый Норильск». Благотворительный фестиваль – это более 20 мероприятий. 3 июня в музее ждут детей и их родители. С 14 до 18 часов интерактивные площадки и ток-шоу «100 вопросов благотворительности». Каждый житель может стать активным участником ток-шоу. Если кто-то еще не до конца понимает, что такое благотворительность, как себя найти в этом благородном деле, он всегда может найти ответ, посетив наше ток-шоу. Сразу после ток-шоу начнется необычный аукцион. Лоты произведения Анис Кронидовой. Художница из Санкт-Петербурга примет участие в Норильском благотворительном фестивале дистанционно. 3 июня эти картины уйдут с молотка. Деньги поступят в фонд помощи детям, которые очень хотят быть здоровыми. 6 июня эстафету «Доброго Норильска» подхватят веселые старты в Арктике. 9 июня – День друзей в юбилейном. 10 июня в сквере у музея пройдет летний пленэр. Организаторы предупреждают посетить все добрые мероприятия. 11 июня не получится, придется выбирать. Синорильский день экскурсии – это мастер-класс для начинающих гидов. Пешая экскурсия с клубом исследователей Таймыра. Знакомство с музеем, кинотеатром «Родина» и Аганером. В библиотеках устроят виртуальные экскурсии. 14 июня в Пушкинском сквере проведут благотворительную ярмарку «Добрый букинист». А тем временем в городе начали мастерить скворечники. Их отвезут на турбазы для птиц и билов. Мы в этом году впервые планируем такую акцию, где 22 июня на нашей площади Победы, вот с правой стороны, мы планируем сделать такую сцену, где у нас будут читать стихи руководителей, не только руководителей, жителей нашего города, о войне после проведения митинга, который у нас будет проходить в этот день. План фестивальных мероприятий уже утвержден. Его разместят на городском сайте и в муниципальной газете. Появятся и красочные афиши. Организаторы говорят, план не догма, готовы поддержать любую добрую идею. 17 июня пройдет перед, на площади театра, акция «Сотворение сада». И она будет посвящена тому, что мы все вместе, горожане, организации, которые участвуют в «Добром Норильске», положим начало созданию зимнего сада в театре на третьем этаже. Эта идея родилась после «Дня соседей». И мероприятия пока нет в плане. Добрый летний фестиваль завершится 8 июля благотворительным забегом. Он пройдет во второй раз, но норильчане уже называют его традиционным. В прошлом году на старт вышли полторы тысячи горожан. В этом ждут не менее двух тысяч участников. С 1 июня зарегистрироваться можно будет, перейдя по специальной ссылке. И уже сегодня можно прийти в территорию «Добра» и зарегистрироваться командой. Там же команда получит специальный стартовый пакет, чтобы 8 июля избежать толчьи на старте. Евгения Шенделова, Андрей Казак, Вести, Норильск. Лето на подходе. Главное природное явление весны – ледоход. Сегодня наблюдают жители Игарки. Движение льда там началось еще накануне. Вода поднялась на 138 сантиметров. За сутки ледоход продвинулся примерно на 50 километров. И сейчас кромка льда находится в 250 километрах от Дудинки. В 8 метра уровень воды в районе морского порта находился на отметке 10 метров 25 сантиметров. За сутки плюс 22 сантиметра. Эти фотографии сделаны во время облета. Вот так с высоты сейчас выглядит Енисей в районе Игарки. Ледоход 8 баллов из 10 возможных. То есть почти на всю ширину реки. В первый день лета в Норильске ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер южный с переходом на северные 8-13. Ночью в горных районах порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток от 5 до 7 градусов со знаком плюс. Сегодня во всем мире отмечается День без табака. С 1988 года, когда он был провозглашен Всемирной организацией здравоохранения, этот день стал напоминанием о том, что курение без последствий быть не может. Как для самого курильщика, так и для окружающих. Под никотиновый удар попадают и братья наши меньшие. В США один из ветеринарных госпиталей разместил наружную рекламу, где сообщается, что вероятность заболеть раком у собак и кошек в два раза выше, если их хозяин курит. Однако, несмотря на все подобные акции, курильщиков по-прежнему много. По статистике в России курят около 44 миллионов человек, то есть каждый третий. Мы спросили норильчан, почему, по их мнению, люди подсаживаются на никотин. Продолжение следует... Мы не курим и вам не советуем, никому не советуем. Сегодня гуманитарный груз для пострадавших от пожаров в Красноярском крае доставят в столицу региона. Напомню, с 28 по 30 мая в молодежном центре был организован забор одежды, обуви, медикаментов, средства личной гигиены, одеял, подушек и других необходимых для проживания вещей. Безвозмездную доставку осуществит один из авиаперевозчиков и транспортная компания города. Всего норильчане собрали более 3,5 тонн груза. В ближайшее время гуманитарная помощь будет передана к погорельцам. А сбор денежных средств продолжается. На ваших экранах специальный счет, открытый региональным министерством финансов. Назначение платежа следует указать для оказания помощи гражданам, пострадавшим от пожаров на территории Красноярского края. Отправка норильских детей в материковское лето завершилась. Вчера ребят провожали в Анапу, а сегодня 150 школьников улетели отдыхать на юг Красноярья. Следующие 42 дня они проведут в оздоровительном лагере «Солнечный-2» Минусинского района. Утром на автовокзал, где формировалась колонна автобусов, пришли и представители администрации города, и, конечно, родители юных норильчан. Как прошли проводы в лето и чего ожидают от поездки ребята, расскажет Оксана Завгородняя. В 10 утра в центре автовокзала не протолкнуться. Юные норильчане вместе со своими родителями прибыли без опозданий. Распределение по группам проходит оперативно. В итоге уже через несколько минут ребята готовы отправиться на отдых. Андрей Ярков уже второй раз едет на юг Красноярья. От первой поездки воспоминания самые светлые, поэтому мальчик уверен, каникулы будут отличными. Ребята тут знакомые есть некоторые, а некоторые новенькие. В «Солнечном-2» в этом году организованы два профильных отряда. В первый вошли танцоры и спортсмены. Юные баскетболисты, занимающиеся физкультурно-спортивных клубах, и брейк-дансеры группы «Дождь» будут не только отдыхать, но и ежедневно тренироваться. Я хочу научиться много нового, и я так думаю, что мы будем еще учить много связок разных, и под разным языком. Там еще будет пляж, мы будем купаться, песок, там будет очень классно. Во втором профильном отряде юные туристы и краеведы. Для них подготовлена особая программа отдыха. Ребята часть сезона проведут в «Солнечном-2», а вторую часть сезона проведут в стационарно-палаточном лагере «Типсей», тоже находящемся в Минусинском районе. Также среди отъезжающих в живописный сибирский уголок дети из малообеспеченных семей, воспитанники центра «Виктория» и общеобразовательной школы-интернат. Для них все расходы по санаторно-курортному лечению и отдыху взяла на себя администрация Норильска. Родителям детей из профильных отрядов путевка обошлась примерно в 12 тысяч рублей. Это четверть от общей стоимости. Остальное оплатил муниципалитет. А вот дорога туда и обратно оплачена из местного бюджета всем 150 отдыхающим. И вот наступила минута прощания. Родительские наказы, объятия и поцелуи. Мамы и папы утирают слезы. Счастливые дети рассаживаются по автобусам. Впереди у них 40 дней жаркого материковского лета. Отдых и развлечения, о которых ребята обязательно расскажут уже по приезду. Оксана Завгородняя, Сергей Карпов, Вести Норильск. Сегодня в России прошел первый обязательный единый государственный экзамен в рамках основного этапа. Более 560 тысяч выпускников сдавали математику база уровня. Это те, кому для поступления в ВУЗ царица наук не нужна. Те же, кому без математики не обойтись, сядут за парты в пятницу, 2 июня. В этот день экзаменуемые будут решать задания профильного уровня. Еще один обязательный ЕГЭ по русскому будут сдавать 9 июня.